Ну, сейчас есть время, поэтому у нас там парочка вопросов в ходе вебинара будет. Первый я уже сразу запустил, чтобы понять, да, кто вы. Да, хорошо, отлично. Ждем еще 10 минут и будем показывать чудеса в разработке курсов. Я, если позволите, просто пойду пока себе налью чашку кофе для того, чтобы, ну и вас тоже приглашаю к тому, чтобы как-то поэнергичнее. О, спасибо за такое количество плюсов, спасибо, Михаил Александрович. Дима, давай, давай, давай. еще раз проверь просто фотографируй ну просто прогонил тебя там разлагиниваться разлагиниться там провинция и многого из холдера угарим потом сейчас ничего не будет ну и фондер мы зачищаем Продолжение следует... 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 к организаторам программы вебинаров еще 2 минуты обращаю внимание вновь привыкших, что у нас запущен опрос поэтому я прошу вас в нем тоже поучаствовать возможно у вас возник возникло некое недопонимание по поводу первого и второго пункта в том случае, если вы профессионально занимаетесь разработкой то есть это ваш заработок я бы просил вас отметить пункт номер 1 я профессионально занимаюсь разработкой курсов если это для вас дополнительные обязанности вы преподаватель физики, химии, математики или других гуманитарных или точных наук то я прошу вас поставить отметку в пункте номер 2 вот в голосовалке в чате спасибо но лучше это сделать так, чтобы была общая статистика ну ровно ну все, пушка выстрелила, поэтому мы, коллеги, можем с вами начать нашу деятельность два слова скажу о себе меня зовут, как вы уже, наверное, догадались Дмитрий Крейчман я заместитель директора компании Гиперметод Гиперметод компания, которая занимается на протяжении многих лет еще с прошлого века разработкой электронного учебного контента электронных учебных курсов мы в свое время делали обучающие материалы и для русского музея ну и для Эрмитажа у нас здесь в Петербурге и для ряда учебных заведений и для компаний, организаций про это я тоже немножечко буду рассказывать сама наша компания организовалась как я уже сказал, в прошлом веке на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и большую часть трудовой деятельности я работал именно там преподавал параллельно занимаясь вопросами организации электронного вопросами электронного обучения давайте, да, закроем опрос я надеюсь, что все, кто хотел высказаться высказались вот и да поскольку человек я уже не молодой все тут не совсем хорошо видно на маленьких экранах и сегодня бы я хотел вам рассказать о инструментах для разработки электронных учебных курсов но начать с такой маленькой метафоры, что ли некая аналогия как вы знаете, инструментов много всяких разных это и отвертки это и молотки, которые мы можем так или иначе использовать по назначению и не очень по назначению вот между ними существует некоторая разница если с помощью отвертки мы можем с вами легко закрутить относительно легко тот или иной шуруп с одной, с определенной скоростью мы там больше, например, чем 10 шурупов в минуту не закрутим с помощью шуруповерта я, к сожалению, его сегодня забыл дома хотел вам тоже показать, что это такое на слайде он представлен у меня ровно дома такой же то с помощью шуруповерта мы можем интенсифицировать свой труд в значительной степени условно-порядково для мужчин это мужской такой пример я понимаю, что дамы, наверное, не занимаются заворачиванием гаек и болтов но, тем не менее, я думаю, что он вполне может для вас быть аллегория такая полезная и вот эти инструменты, о которых я хочу рассказать это шуруповерты в электронном обучении они позволяют создавать электронные курсы быстрее иногда даже очень существенно быстрее по отношению к тому, как вы привыкли делать это обычно за счет чего это будет сегодняшний я постараюсь сегодня про это ответить в рамках нашего сегодняшнего вебинара я план на слайде представлен вы можете увидеть я покажу несколько примеров курса для того, чтобы был понятен предмет нашего взаимодействия, общения то есть какой может быть результат я расскажу и покажу принципы разработки курсов с помощью программы e-author e-author на врезочке справа вы можете видеть адрес веб-адрес сайта этой программы www.eauthor.ru где вы можете кратко ознакомиться с ее возможностями и скачать себе версию пробную это бесплатно установить ее и попытаться повторить примерно те же манипуляции которые я буду делать сегодня также поскольку это далеко не первый вебинар по этой программе возможно вам пригодятся материалы с нашего канала на ютубе тоже адрес его представлен в нижней врезочке помимо этого я акцентирую внимание на инструментах автоматизации то что мы начали то есть шуруповертах в электронном обучении также я затрону вопросы связанные с созданием курсов для мобильных устройств и с созданием тестов и публикации этих курсов выходом свет в разных форматах корм в облаках ну и прочие разные вопросы вот для того чтобы нам с вами двигаться дальше я попрошу вас тоже ответить еще на один маленький вопрос меня бы интересовал ответ ваш в целом на следующий вопрос электронные курсы как вы думаете они предназначены исключительно только лишь для обычных компьютеров ноутбуков или десктопов или вы предполагаете что курсы должны использоваться в равной степени можно сразу несколько вариантов тут отмечать в равной степени и для смартфонов для сутовых телефонов, планшетов спасибо что отвечаете подождем минутку да спасибо ну я думаю что все в принципе наверное все кто хотел ответил гласа разделились но как и если я правильно понимаю что в принципе да вы все согласны что более-менее правильно интерпретировать электронный курс по отношению имплементировать его по отношению ко всем трем видам основных устройств да я тоже на этом акцентирую внимание спасибо коллеги закрываю опрос будем двигаться дальше в нашей программке ну как я уже говорил я работаю в компании под названием гиперметод гиперметод это производитель систем электронного обучения инструментов для разработки систем электронного обучения в том числе какие-то основные категории организации здесь представлены там это компании энергетического сектора информационные технологии фармацевтика там продажи это крупнейшие вузы в российской федерации уральский федеральный университет где система электронного обучения наша установлена работает много лет это московский государственный строительный университет где есть для студентов и для систем повышения квалификации межгородский технический университет ну и ряд других организаций которые учебных используют наше программное обеспечение для разработки в том числе и государственные структуры с помощью наших средств разработки создавались и создаются электронные учебные курсы для подготовки экипажей атомных подводных лодок для подготовки системы управления обучением для подготовки летного инженерно-технического состава военных и гражданских самолетов ну и много где еще вот такой примерно у нас опыт про который я буду рассказывать да, вебинар примерно на час рассчитан но я могу влево-вправо там чуть-чуть да как-то по мере того как пойдет и так как бы основная тема сегодняшнего вебинара программное обеспечение под названием я автор и его cbt cbt это аббревиатура от слов компьютер-бейс-тренинг который позволяет автору предметнику либо уполномоченному лицу на то иногда его называют верстальщику или сценаристу создать на базе исходного материала а как правило исходный материал все-таки вы готовите даже не в пауэрпоинт да, в пауэрпоинте отдельные какие-то может быть лекции или занятия а это учебно-методические комплексы которые готовятся там или методические которые готовятся как правило в варде создать электронные учебные курсы разместить эти курсы на их базе создать либо скором пакеты которые загружаются в LMS-системы либо экзе файлы которые вы раздаёте своим студентам либо какие-то приложения для мобильных или планшетных устройств или поместить их в LMS и такими разными способами на разными маршрутами доставить до ваших слушателей это основная задача теперь давайте посмотрим на больше слайдов у меня не будет кроме еще одного давайте посмотрим как эта задача может решаться как она может выглядеть в разных различных примерах для этого сейчас запущу захват экрана где он тут у меня я надеюсь, да, идет трансляция рабочего стола к сожалению, да, не могу поставьте, пожалуйста, плюсики если вы видите мой рабочий стол должны видеть там исследования физических и химических явлений так, нет, странно давайте попробуем еще раз так, чтобы готовится так вот у кого-то видно это значит что все-таки она идет я надеюсь да поставьте пожалуйста плюсики у кого она идет давайте минимум качество попробуем по-другому она все-таки пошла да если я правильно понимаю так перенервничаешь с этим предыдущий раз все было хорошо так подскажите а сейчас все отлично спасибо большое какие-то магические клавиши да спасибо итак я покажу вам несколько примеров надеюсь не очень много у вас времени техническая оплошность вызвала несколько примеров своих учебных курсов ну во-первых от сайда про который говорил да где вы можете скачать пробную версию нашей программы для разработки электронных учебных курсов про которые я буду сегодня про которые сегодня рассказываю несколько примеров ну во первых я с помощью этой программы создавалось большое количество курсов ну например в мать и имени циолковского если не ошибаюсь там порядка 400 учебных курсов по программам высшего там технически да в основном вузы были созданы вот несколько примеров это достаточно старые курсы по это учебно-методический комплекс подготовка к егэ до элементарная физика например так слушать что-то начать работать не ту кнопочку нажал наверное ну ладно пропустим да не будем на это тратить время давайте другие примерчики посмотрим может это точно будут работать потому что мы их сами делали вот например учебный курс для компании Северсталь это пусть это не высшее образование но тем не менее это курс для сотрудников которые приходят только что на работу и вот он выполнен в виде таких и диалогов какие-то кейсов небольших между начальником и подчиненным где представлены там типовые ситуации в которые попадают персонал когда приходит на работу и как справляться этими типовыми ситуациями при адаптации еще один маленький примерчик это курс для компании 585 я надеюсь да он здесь много присутствует и они знают чем занимается компания 585 в этом курсе это курс для начинающих продавцов где представлена информация о том что такое драгоценные изделия в данном случае мы в разделе находимся огранки камней это бриллиант есть и маленький персонаж который рассказывает о том что вы огранка какие по какими параметрами измеряется тут то ли иное изделие и естественно есть тесты которые мы все с вами знаем но здесь есть еще и дополнительно некие упражнения где мы должны вот мы прочитали теперь закрепляем материал тем что передвигаем дать перетаскиваем перетаскиваем соответствующее название если мы правильно это делаем название остается на месте если неправильно то возвращается обратно в конце этого упражнения может показан результатов сколько ошибок мы допустили и он учтен может быть там в итоговом в итоговом балле в такой вот второй пример значит третий пример которого который там светился уже на экране давайте посмотрим он мне кажется наиболее любопытен и будет в большей степени отвечать отвечать требованиям сегодняшнего дня те курсы которые вы видели все таки курсы ну так скажем условно предыдущего поколения вот давайте обратим внимание это курс который сейчас размещен системе электронного обучения курс себя включает ну давайте на весь экран чтобы было получше видно курс себя включает какой-то слева какое-то оглавление виде материал ну типа лабораторной работы да здесь показано выполнение там работы связанные с кристаллами далее схемы выполнения этой лабораторной работы там задание 1 и так далее после этого какие-то выводы которые требуются в виде тестов то там образование однородной смеси что это такое требуется ответить на вопросики ну я неправильно да сделал следующее следующее задание в рамках выполнения лабораторной работы снова вот таким образом представлен этот исходный материал исходный учебный курс теперь мы можем с вами посмотреть давайте вот сначала поставим наш ролик чтобы было теперь я надеюсь вот будет видно но тем не менее тот же самый учебный курс представлен на планшете ну у меня ipad в руках соответственно вы здесь можете видеть что это тот же ну там ролик стоит немножечко на другом месте но тем не менее этот этот же учебный курс на на обычном планшете он не требует здесь нет флэша не требует ничего связанного с флэшами поэтому совершенно спокойно работает на мобильных устройствах будь то android будь то планшет и еще один маленький примерчик вернее тот же самый примерчик только для другого устройства это тот же самый курс сейчас попробуем чтобы камера подхватила изображение может быть не очень хорошо видно но это тот же самый учебный курс только лишь который работает на мобильном устройстве к сожалению да засветка идет поэтому вы наверно не видите что написано но поверьте это все все точно то же самое что мы здесь с вами видим но с одной лишь маленькой разницей разница заключается в том что мобильный телефон в отличие от экрана компьютера обладает рядом возможности которые 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 ну не не очень легко или не очень просто реализуются напрямую на вашем обычном компьютере в мобильном телефоне есть фотоаппарат или камера до которые позволяют которые позволяют делать снимки поэтому если я возьму поэтому вот в этом курсе конкретно где есть практическая часть выполнения лабораторной работы по химии я могу прямо в сценарии лабораторные которые вы сейчас видите вот на большом экране в рамках трансляции сфотографировать те шаги и действия которые я выполняю сейчас попробуем это с вами сделать на экране компьютера это понятно что у меня нет аппарата по напрямую это не могу сделать а вот на сотовом телефоне могу мне это лабораторная по химии там выращивание кристалла купороса купороса у меня нет поэтому я возьму таканчик который там фигурировал видите да и налью в него другую жидкость более приятную на вкус чем медный купорос вот такой поставлю закрою бутылку включу телефон найду в курсе место где до должен быть осуществлен осуществляя фиксация результата сфотографирую сфотографирую ну там кадрирую а а и сохраню изображение сохраню изображение в в курсе плохо конечно видно опять же но вы можете видеть что теперь в моем курсе появилось изображение вот этот курс да изображение шага лабораторной работы если мы попробуем если успела все это передаться на сервер попробуем перезагрузить наш учебный курс то по идее мы должны увидеть в одном из мест да вот видите наш стаканчик который который мы только что наливали все запаха мы не чувствуем вернее я то чувствую вы не чувствуете этого муската но тем не менее прямо по ходу выполнения лабораторной работы мы получили с помощью очень простого устройства сотовый телефон смартфон некий результат который в качестве отчета уже теперь в рамках этого учебного курса пойдет на там преподавателя на проверку он сможет увидеть что произошло на самом деле когда наш студент выполнял лабораторную работу вот такой необычный результат который можно получить это не обязательно фото это может быть и видео которое мы записали это не обязательно химия это и гуманитарные науки например там журналистика вы берете видеоинтервью это и науки ну например там фото дело которое вы можете организовать и тут же помещать в рамки в рамках модуля учебного курса результаты выполнения практических занятий практических работ вот такая небольшая возможность дальше я бы хотел показать как как делать такого рода курсы с помощью какого средства которое вот в нашем случае да называется я автор для этого я это программа программное обеспечение запускаю это программа которая устанавливается непосредственно на компьютер когда вы скачали его сайта вы можете установить его на компьютер и начинаю работу создания проекта проект это вид того конечного результата который вы хотели бы создать это может быть интерактивное руководство это может быть учебный курс обычный или учебный методический комплекс или слайд курс например если вы делаете что-то там на базе презентации может быть какое-то интерактивное упражнение ну давайте создадим учебно будем создавать попробуем создавать учебный методический комплекс наверное поскольку здесь аудитория большей части вузовская наверное это будет интереснее нам программа автоматически предлагает уже некую предопределенную структуру предопределенную структуру состоящую из я надеюсь вы видите да что у меня на экране происходит из части разделов там занятия 1 и занятия 2 из набора приложений глоссарий, опорный конспект, указания по изучению дополнительные материалы, сведения об авторах предлагает включить в будущий наш создаваемый курс итоговое тестирование то есть тестацию знаний и в каждом из занятий вполне возможно мы будем с вами создавать контрольные вопросы для проверки усвоения материала или на внимание или для привлечения внимания а также основное содержание курса нашего будет раскрываться в разделе рассматриваемые вопросы там вопрос 1, 2, 3 согласитесь со мной что это очень похоже на структуру рабочей программы дисциплины собственно говоря мы с вами в этой метафоре будем работать если бы мы выбрали какой-то другой тип проекта не учебно-технический комплекс а там например слайд курс мы бы работали в метафоре слайд 1, слайд 2 ну и так далее хотя могли бы добавлять туда конечно и контрольные вопросы и тестирование ну вот мы с вами таким образом поступили с чего мы начнем ну наверное начнем с того что мы добавим какой-нибудь логотипчик для того чтобы можно было наш курс каким-то образом визуально идентифицировать ну в случае с химическими приборами да там была были какие-то пробирочки в нашем случае поскольку я создаю этот учебный курс я использовал свою фотографию 45 летней давности вот она тут в кружочке я буду использовать в качестве логотипа также конечно же дам название этому учебному курсу пусть он называется мой первый учебный курс вот таким вот образом создавать учебный курс еще про ряд параметров я здесь скажу возможно как для обычного компьютера как с чего мы с вами начали так и для планшетов разница некоторая есть в эргономике связанная с например управлением пальцами да то есть на планшете на телефоне вы можете перелистывать не кнопочками вперед-назад а пальцем поэтому допустим я вот выберу комбинированную решину то есть курс который создается и для планшета и для для мобильного устройства и для обычного компьютера будут идти другие события обрабатываться ну остальные параметры нам сейчас с вами не очень принципиально важны что далее давайте ну первое посмотрим как примерно в настоящий момент времени выглядит наш с вами учебный курс вот он здесь в окошечке представлен кнопочки вперед назад но странички там пустые естественно да мы еще не заполняли вот они какие-то здесь представлены что дальше я предполагаю что основное содержание курса мы пишем конечно же не в редакторе который позволяет курс собрать а основное содержание курса мы пишем в обычно в варде поэтому я беру документ подготовленные в варде заранее это могла быть методичка или учебное пособие или учебник целиком ну или несколько методичка как вам будет угодно выделяю все нажимаю ctrl-a и ctrl-c то есть в буфер обмена и добавляю в наши рассматриваемые вопросы в редактор текста здесь добавляю все то содержание из методички которое я поместил в буфер обмена ну вот оно здесь появилось видно естественно оно сюда помещено как один большой документ если у вас в методичке 32 страницы то они вот так сплошняком и будут здесь как 32 страницы если бы вы разрабатывали курс ну в каком-нибудь сложном профессиональном средстве то вам бы пришлось теперь либо там каждый раздельчик или подраздельчик помещать на отдельный слайдик то есть копипейс делать там много-много раз либо какую-то другую процедуру там импорт или что-то еще отчислять ну по большому счету это достаточно большая рутинная работа разбить исходный материал вот на какие-то маленькие составляющие которые будут показываться слушателю на экране так чтобы они там условно помещались на экран монитора здесь же в я авторе есть специальные средства это первое средство автоматизации про которое я хотел сказать которые позволяют нам с вами разбить этот большой документ автоматически на какие-то вот небольшие кусочки составляющие ну первое это делать можно вручную ну например я поставил курсор перед вернее в конце окончания вот этой преамбулы курсе и нажимаю кнопочку которая позволяет разбить документ на два до и после у нас в рассматриваемых вопросах появился маленький документ который называется тема вот она да методика использования там анимации объектов и так далее и все остальное содержание оно появилось после вот оно теперь я понятно что в вопросе 1 например это будет только лишь аннотация курса а вопрос 2 я помещу все остальное полное описание теперь моя задача следующая конечно же это разбить также полное описание на вот эти кусочки компоненты модуль 1 или 2 сделать это можно теперь уже и автоматически не обязательно вручную каждый раз делать тем более если у вас там 100 страниц то достаточно большой труд тем не менее автоматически естественно займет гораздо меньше времени это и специальная кнопочка которая позволяет показать мне как оператору какие существуют структурные элементы в текущем документе ну например там заголовки первого уровня заголовки второго уровня там абзацы якоря перечисления и выбрать тот тип структурного элемента по которому будет происходить разбиение на кусочки заголовок первого уровня вот 4 заголовка первого уровня соответственно у нас появилось 4 таких как бы объектика да где представлены вот эти вот все все элементы посмотрим теперь как выглядит наш учебный курс при просмотре его описание курса значит вот вопрос наш номер один помните да методика использования анимации объектов длительность 8 экономических часов остальные элементы находятся на других страничках ну если где то там были ссылочки естественно они сохранились и так далее уже нам программа помогла и чем больше исходные документы естественно она больше за нас делает рутинные работы вернемся снова к нашим элементам какие еще что еще есть такого интересного в программе для того чтобы можно было бы создавать более менее автоматизированно учебные курсы ну первая наверняка понятная вещь это вещь связанная с автоматизированным сбором словаря ну оглавление здесь вообще будет автоматически собираться понятно а вот толковый словарь или там словарь сокращения терминов он здесь его разработка автоматизирована для того чтобы какой-либо объект поместить в толковый словарь а потом по нему происходила разметка я выделяю тот или иной термин вот я выделил в данном случае анимация да слово а и нажимаю на кнопочку добавление этого термина словарь словарь у нас глоссарий он же есть в качестве приложения здесь вот посмотрите в подвальчике да приложение номер один это глоссарий термина мы добавим глоссарий теперь если вы обратите внимание в словаре есть слово анимация ну его определение нет мы можем тут же да дать ему какое-то определение сейчас мы будем анимация это там то-то то-то и то-то а вот в самом самих текстах анимация пока что еще не изменилась то есть мы ссылочки не поставили после того как мы добавим сформируем вот этот толковый словарь весь мы можем с вами дополнительно запустить функцию которая позволяет автоматически во всех элементах строящихся учебного курса поставить гипертекстовые ссылки на термины толкового словаря вот эту функцию таки много тут цепочек да как бы нарисованы вот добавлено 6 ссылок если мы теперь посмотрим на исходный документ теперь вы видите да что автоматически проставлены ссылочки от слова анимация вот анимация объекта то есть вам не нужно ну и далее тут по тексту вам не нужно заботиться о том что вы где-то забыли выделить какой-то ключевой термин вы не просто добавляете ключевое слово в словарь если оно сложное там с флексиями какими-то с помощью специальных звездочек и там плюсиков определяете какая вариативная составляющая этого слова даете ему определение и программа всю разметку делает за вас конечно же можно эту разметку сделать и вручную там допустим я могу выделить какую-то строчку текста и установить ссылку на другой любой элемент в дереве ну например там на на итоговое какое-нибудь там тестирование да вот это ручной режим но согласитесь что если у вас в словаре несколько десятков терминов то тогда разметка вашего исходного материала на связывание со словарными статьями займет ну там какие-то буквально в буквальном смысле слова секунды по отношению к той рутинной деятельности которую вы обычно осуществляете ну давайте будем двигаться дальше помимо помимо толкового словаря конечно же важной составляющей любого учебного курса является контроль знаний контроль знаний контрольные вопросы аттестация проверка для этого обычно используются тесты тесты можно делать непосредственно здесь в самой программе здесь очень такой продвинутый многофункциональный режим тестирования тут могут быть и психологические тесты созданные и там контрольные вопросы и с обратной связью и с детализированной обратной связью много что давайте посмотрим на простой способ на самый простой способ создания контрольных вопросов допустим в нашем исходном тексте у нас уже присутствуют подготовленные для бумажного варианта методически контрольные вопросы ну вот например там отметьте все виды анимации объекты из представленных ниже ну и перечислены какие именно виды анимации бывают там полет внутри появление изменения размера закручивания для того чтобы создать контрольный вопрос из этого текста мне нужно мне необходимо выделить ту часть этого текста которая составляет содержание вопросы и просто нажать кнопочку создания контрольного вопроса вот по выделенному фрагменту вопрос создан вы можете посмотреть теперь в разделе контрольных вопросов помимо заранее предлагаемого такого пустышки для вопроса уже сформирован сам вопрос отметьте все виды анимации здесь я могу там как-то как-то его отредактировать если мне необходимо ну например изменить там шрифт если есть необходимость уже представлены варианты ответов полет внутрь повернуть вокруг оси и так далее и мне остается лишь среди вариантов ответов выделить те которые являются правильными ну там появлением ну например полет внутрь пусть будет являться верным ответом а также если есть необходимость выбрать другой способ то есть не одиночный выбор из вариантов как это обычно бывает но другие способы ответа на вопрос это может быть множественный выбор или ввод значений или заполнение пропусков или сопоставление даны два множества соответственно или упорядочение там какой-то порядок действий или там классификация разделить на всякие множества вот таким способом ну и возможно какие-то другие параметры оставим одиночный выбор какие-то другие параметры которые мне помогут в более полноценно проводить тестирование ну например на перемешиватель нет вопросы в целом в тесте или в конкретном этом какой какая сложность этого вопроса там обычно это 0 1 правильно 0 правильно единичка но это может быть вес правильного ответа 3 или как или там отрицательные какие-то штрафные функции ограничения по времени ну и множество других параметров про которые чуть чуть попозже я поговорю и так вот таким способом произошло формирование нашего с вами контрольного вопроса из существующего материала если его нет конечно же я могу это вести здесь и самостоятельно то есть создать вручную контрольный вопрос вбить сюда формулировочку варианты ответов либо если есть подготовленные во внешнем файле например в excel часто тоже готовят просто импортировать сюда вопросы из для контроля из внешнего файла ну например из excel ну вот то что я вам показал это самый простой способ посмотрим что у нас как выглядит теперь наш учебный курс два наши занятия разделе 1 наша аннотация материалы полное описание помните как раз модуль 1 где мы приводили пример глоссария ссылочка на глоссарий работает сейчас доберемся до тестов материал из которого мы делали примерчик с тестами и вот наш маленький контрольный вопрос там полет внутрь ну я правильно ответил в данном случае да если бы я выбрал что-то другое получил бы неправильный ответ ну и так далее таким вот образом да работает наш с вами маленький тестик естественно что как я уже говорил в тесте возможно настроить обратную связь то есть добавить комментарии на варианты ответов в том случае если чик неправильно ответил на вопрос дать какой-то добавочный текст что там ответ объяснить причины следственной связи и в этом комментарии в обратной связи возможно установить ссылочку там на тот раздел курса где который позволяет прочитав его изучив понять как правильно отвечать на этот вопрос ну вот такую обратную связь я делаю например там на разделе тема 1 вот таким образом в принципе то что сейчас я вам рассказал до настоящий момент времени это все основные навыки которым которыми должен обладать разработчик или автор предметник для того чтобы создавать учебные курсы конечно функции здесь гораздо больше чем я вам показал но вот это основные ключевые согласитесь наверное что да с помощью такой малой автоматизации такого шуруповерта под названием я автор курсы создавать из исходных в первую очередь из исходных материалов готовых ну гораздо проще чем просто это там куда-то копипестить да и в общем тратить время на множество рутинной работы что дальше я отвечу на вопросы позволите значит кто там поступает сейчас завершу просто основную часть и на них отвечу естественно сюда можно добавлять как вы видели из примеров учебных курсов мультимедийные данные там видеоматериалы ну давайте попробуем добавить вопрос номер один быть мультимедийный элемент медиа объект добавляю медиа объект указываю по типу решения определяет сама система что это такое будет видео флеш или какие-то изображения рисунки что-либо еще ну допустим мы с вами добавим какой-нибудь видео видео материал видео файл укажем что он будет сразу отображаться не в всплывающем окне да будет там такого-то размера например там 400 на 300 масштабируем вот и посмотрим как это выглядит в нашем учебном курсе ух ты неверный что-то что-то какие-то параметры видимо русское название поэтому так реагирует попробуем что-нибудь другое ну вот интерактивное такое такое техническое видео да даже не совсем видео анимация там объяснение принципа действия точно так же она будет выглядеть и в учебном курсе на этом месте до находиться вот и последнее о чем я бы хотел сказать это о вот в рамках как бы обзора продукт самого о том что происходит дальше вот после того как мы все сами сверстали сверстали скомпоновали создали тесты последний шаг это публикация создание отторгаемого от продукта какого-то пакета или какой-то программы которая может использоваться уже самостоятельно какие варианты существуют я нажал соответственно еще кнопочку публикации и посмотрим какие варианты существуют ну первое это html то есть все весь материал который мы создаем он оформляется в виде как бы условно набора html документов как бы сайта который может быть где-то размещен в интернете и к нему осуществляется доступ уже по прямой ссылке по url он будет вот таким образом работать второй вариант по важности по популярности это скорм скорм пакет который может быть загружен физически это зип архив автоматически создан создаваемый который может быть загружен в lms-систему и использоваться уже внутри этой lms-системы при этом естественно соблюдаются правила работы с корма а именно учебные результаты которые достигнуты внутри этого учебного курса то есть там результаты прохождения учебных тестов в первую очередь передаются в lms-систему и там уже каким-то образом могут оцениваться защищенная публикация это публикация в виде экзофайла если вы для windows если вы создаете учебный курс который распространяете для студентов какие-то пособия в электронном виде для студентов то вы можете создать защищенную публикацию защитить ее паролем поэтому она защищенная этот пароль раздать доверенным лицам тем кто проходит обучение а саму публикацию выложить на ftp доступ или внутри файла сервера вашей образовательной организации для того чтобы люди могли скачивать но скачать смогут все а воспользоваться только те кто знает пароль для доступа к этой публикации и еще два два вида публикации это публикация на непосредственно прямо в нашу lms-систему в e-learning сервер то есть экспорт и импорт потом это в lms-системе у нас есть специальный такой домен который называется курс с e-learning точка ру куда эта публикация может быть помещена если вы сделали бесплатно там для вас создается несколько какое-то количество учетных записей которые вы можете раздать студентам есть такой бесплатный портал наш курс с еленом точка ру и там этот курс может функционировать в интернете вы можете смотреть кто проходил тестирование какие результаты были достигнуты непосредственно используя публикацию вот эту вот на e-learning сервер и последнее это публикация для мобильных устройств в этом случае создается архив или не архив извините приложение для мобильных устройств например для андроида это пока которые студент может скачать установить себе на планшет под андроидом либо на смартфон работающий с андроида на персоной системе android и работать с этим материалом непосредственно на мобильном устройстве вот таким образом такие возможности есть у программы с точки зрения конечного результата выхода публикации куда-либо и так же в рамках вот этой процедуры публикации ну там сейчас да пытаемся публиковать есть параметры которые определяют внешний вид если вы заметили мы вообще внешнего вида с вами не касались мы работали с текстами мы работали с мультимедиа объектами с какими-то интерактивностями связанными с загрузкой материалов или чего-либо там видео или изображение непосредственно при выполнении упражнений но не работали никак с оформлением почему потому что ну безусловно не ставя под сомнение художественные достоинства каждого из нас с вами все-таки все-таки технические специалисты в большинстве своем не художники да и тратить время и заниматься оформлением курсов можно но даже в powerpoint вы свои собственные темы не создаете вы как правило выбираете одну из существующих тем оформления и применяете ее к вашей презентации точно так же и здесь в программе присутствует относительно большое количество тем оформления здесь пиктограммами некоторые из них показаны как они там выглядят которые вы можете использовать для оформления своего курса ну например там какую-то тема номер 6 и которая будет использована вместо той стандартной которую 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 мы с вами использовали в самом начале ну видите я тему оформления сменил и теперь сменилась там нижняя плашечка внешний вид меню ну и какие-то другие основные компоненты учебного курса кнопки там назад вперед вот таким образом если есть большое желание конечно же вы можете вмешаться внутрь исходного кода в стилевые таблицы и поправить что-то там там цвета или что-то еще но в этом нет необходимости особо как мне кажется помимо стилевого оформления конечно же вы можете еще использовать и оформление внутренне самого текста ну например выделить что-то шрифтами или стилями ну например вот это вот это наша с вами фраза там или целиком этот объект давайте так будет оформлена стилем ну например стилей называется важно и тогда в учебном курсе эта фраза уже помещается в специальный блок оформительский выделяя акцентируя внимание на неком смысле ну и другие стили там присутствуют можно посмотреть внимание определение примечания там смотреть также перечисления примеры таблицы заголовки обычного вида вот такие стили здесь такими стилями тоже можно пользоваться при смене темы естественно все стили все стили оформления они поддерживаются в соответствии с данной темой темы оформления в целом вот то что я хотел вам рассказать об этом программном обеспечении заняло это у меня примерно 50 минут и теперь я возьму маленькую паузу для того чтобы прочитать вопросы и постараться на них ответить вопрос Евгения Николаевича сравним пожалуйста вашу систему с Moodle преимущество ну смотрите то о чем я рассказывал вообще прямого отношения к Moodle никак не имеет потому что Moodle это система управления обучением LMS а то о чем я говорю это категория средств разработки ну и если быть более точным так называемым Rapid Learning то есть средств быстрой разработки электронного контента в Moodle там присутствуют студенты присутствуют преподаватели здесь же присутствует основная одна единственная роль которая называется автор учебного материала автор курса поэтому это вещи в общем-то не очень сравнимые то что вы делаете в Явторе вы потом можете поместить в Moodle и многие так делают разрабатывают учебные курсы с помощью примеру нашей программы размещая потом результаты этих учебных курсов непосредственно в Moodle в Moodle тоже есть возможности связанные с разработкой формированием каких-то простых курсов но с точки зрения конечного результата мы получаем на выходе скорм который вы можете поместить в любую систему в том числе в Moodle вы получаете некое внутреннее содержание просто-напросто в общем-то и все которое не интероперабельно по отношению к другим системам вот плюс к этому как я уже показал в с точки зрения формирования а не показал да я как бы не сказал тоже неких важных вещей с точки зрения сценария я забыл да вам сказать одно об некоторых свойствах в учебных курсах я автора в частности возможно так называемое адаптивное обучение то есть тогда когда сценарий прохождения учебного курса определяется не столько оглавлением в котором как книжка электронная столько сколько учебными результатами которые вы получаете то есть учебный результат прошли вы тесты или не прошли на какой балл вы прошли и в зависимости от этого курс вас направляет по тому или иному сценарию обучения там на повторную пересдачу на заведение дополнительных материалов я не показывал как это делать но это поверьте мне это возможно принцип основной заключается в том что настройка как раз есть переключение режимов курса свободное тогда когда я имею доступ к любому разделу курса какие бы учебные результаты я не показывал а линейные или последовательные тогда когда система меня пропускает на следующий этап моего обучения только при достижении определенного конкретного результата по предыдущим этапам вот ответ примерно такой то есть это не очень не очень сравнимо с моду это просто разные задачи разные задачи вопрос сколько стоит программное обеспечение если вы зайдете на сайт посмотрите на сайте цены есть сама пробная версия она бесплатна а внизу сайта есть стоимости для отдельных преподавателей стоимость версии составляет 8000 рублей если возвращаться к модуру то как бы функционально сравнивать его имеет смысл с нашим другим продуктом который называется e-learning сервер 4G это полноценная система управления обучением но эта тема совершенно отдельная вебинара если вас вопрос это волнует беспокоит то я безусловно могу в почте ответить ну там или по телефону или по скайпу или по почте подробно вам писать отличия и подходов к в модуле и в нашей платформе E-learning сервер 4G так ну поищем еще вопросы может быть задавали в чате хотя это делать не очень удобно ага да много тут я просил правда писать их вопросов но тем не менее сейчас коллеги про гиперметод сегодня речь пойдет ну гиперметод название нашей компании да и то о чем я рассказал это один из продуктов нашей компании которые которые мы производим программа платная я уже ответил на этот вопрос она бесплатная для ознакомительных целей и платная для деятельности там 8000 рублей стоит для преподавателя это альтернатива модул ну знаете в какой-то степени можно интерпретировать это как альтернатива модул тогда когда вы преподаватель и вы создаете там один или несколько учебных курсов тогда вы можете пользоваться версией программы размещая ваш курс на нашем бесплатном сервисе автоматически который называется курс с ulearn.ru вам там будут создаваться учетные записи и вот доступ к этому учебному курсу и фиксация учебных результатов ну типа ведомости успеваемости да там какие тесты были сданы какие мероприятия пройдены он будет для вас доступен так же как для обычного преподавателя если в вашей организации нет централизованной системы то да вот можно таким образом проводить обучение можно ли в процессе выполнения задания войти в пункты курса и получить подсказку не совсем я понимаю Юрий Валентинович спрашивает Тихомиров если вы мне пришлете запрос по электронной почте я постараюсь ответить на него я просто не понимаю что вы спрашиваете как работать с формулами смотрите значит если вы используете microsoft word в качестве источника информации то там есть microsoft equations с помощью которого вы оформляете формулы создаете формулы при переносе через буфер обмена эти формулы будут автоматически конвертированы в если не ошибаюсь там в gif файлы в png то есть они будут присутствовать в тексте курса в виде статических изображений растровых этого часто вполне достаточно в том случае если речь о тестах а не основном содержании курса то они точно так же будут конвертированы то человек будет например там укажите вид квадратичного уравнения соответственно несколько уравнений по каждому варианты ответов и в вариантах ответов будут присутствовать эти маленькие изображения там с квадратными корнями с чем-то еще и человек будет выбирать из набора этих уравнений печатные подробно существуют для подобных курсов ГОСТа по учебным курсам нет но есть критерии качества учебных курсов это тема тоже отдельного большого вебинара сейчас не буду подробно с этим связываться но критерии качества учебных курсов особенно для тех которые используются в среде высшего образования существуют да можно ли размещать в формате html да курс я уже показывал одна из форм публикации это публикация курса в формате html чья разработка и автор тут очень много вопросов у Натальи Викторовны чья разработка программы и автор наша то есть компания книги приметов на протяжении какого-то количества лет я уже не помню точно разрабатывает это программное обеспечение поставляет его в различные организации для создания электронных учебных курсов пособий и других видов электронных изданий проторичный план я уже ответил купить вы можете эту программу в виде она продается по-моему софтлайн и торгует можете непосредственно заказать у нас на сайте это мне кажется это проще всего прямо с сайта купить программу как вы про экспертов еще да есть в интернете но я сейчас с расходу не готов есть ссылочки на экспортов которые свои обучающие материалы выкладывают по этой программе есть они у нас на сайте и на ютюбе вот на одном слайде был представлен презентацию кстати говоря вы можете скачать чтобы не переписывать эти адреса есть по ключевому слову я автор cbt вы можете найти в интернете там достаточное количество учебных материалов учебный курс прямо в программу встроен можно к нему перейти непосредственно из интерфейса программы вот в разделе поддержка на вкладочке есть учебные материалы методические рекомендации вот ссылочки есть в том числе и учебный курс по работе на этот учебный курс сделан в самом я авторе ну такой учебный курс в самой программе по ней же самой сделан на ней же самой ну не будем сейчас его там целиком пролистывать как вы рекомендуете готовить кадры разработчиков ну вот пожалуйста есть и очные курсы у нас с выездом тренера или вы к нам приезжаете есть тут есть электронные учебные методические материалы дальше вопрос какую задачу в части обучения вы решаете если это массовое поточное обучение например в вузе преподавателей для разработки учебных курсов то естественно лучше делать это централизованно через преподаватели через организацию потоков практических упражнений программа обучения в зависимости от начальной подготовки занимает от 8 до по моему 32 академических часов 8 тысяч на какой срок какая форма поддержки где размещается загруженный материал на чем сервере 8 тысяч на весь срок жизни программного обеспечения то есть не на год не на неделю навсегда потому что это лицензия лицензия которую вы скачиваете устанавливаете на компьютере курсы если вы публикуете их в виде html или скорм размещаются там где вы их разместите на вашем сайте или в какой-либо лмс если вы используете наш сервис для публикации то этот сервис находится на нашем хостинге он бесплатный для там какого-то количества курсов не помню до 5 курсов по-моему один преподаватель может размещать бесплатно соответственно там и будут размещаться там и будут размещаться эти учебные курсы физически это хостинг которым которым занимаемся мы ну вот вроде на все вопросы я ответил если что то значит то да то с удовольствием отвечу на ваши вопросы в в скайпе или по электронной почте адрес есть на первом слайде на приветствии тут адрес моей электронной почты телефоны и адрес сайта нашей компании где вы можете ознакомиться с другими нашими программными средствами вот ровно в час я уложился прошу прощения за какие-то технические сборы и последнее чтобы я вас хотел спросить это маленький тоже последний опрос я буду рад если вы ответите на те вопросы которые представлены сейчас на экране я готов ответить с удовольствием вроде вроде пока нет последний вопрос последний вопрос остался за мной получается так да спасибо всем кто кто отвечает кто отвечает хорошо коллеги благодарю вас за внимание надеюсь что все таки ну не для всех как я понимаю запросов но для многих что-то показалось интересным и полезным примерно вот на этом канале куда нас приглашают мы можем сами видеться примерно раз в месяц а также у нас есть серия своих вебинаров которые проходят на портале семинар гелерн точка ру сейчас я вам покажу так установим опрос спасибо и покажу этот портал на котором вы также можете семинары наши все вебинары все наши бесплатные посмотреть программу это последнего дня мы проводили как раз про создание тестов в я авторе и ряд вот других вебинаров по инструментам связанным с электронным обучением адрес такой семинар точка елерн точка ру да коллеги вам спасибо спасибо да конечно же с наступающих всех масленицей надеюсь что блинная неделя будет вкусна и продолжительна ну что ж тогда прощаюсь раз нет больше вопросов до всего доброго